стальной хват россии еще раз привет но это событие одного дня здороваться будем столько сколько будем снимать василий василич спасибо за предоставленные эспандеры но сейчас ребятам я покажу линейку атомов с 1 по 6 1 2 3 4 5 6 расскажу что за надписи на упаковочках ну и будут ждать нас две полных линейки биобалдеров состоящий из 14 эспандеров одна линейка стандартном исполнении 1 с пружинами покрытыми червоном золотом и никелировыми ручками ну давайте начнем рассказ про атомы в общем то тема такая для меня очень близкая почему потому что это цветная линейка атомов она в общем то в одном экземпляре была сделана и я ее купил у англичанина хозяина фирмы atom grips лойда келли вечно больного человека может быть на самом деле болеет здоровье ему эспандеров было сделано цветных 6 по 6 то есть 6 в линейке 6 цветов я их все выкупил они были у меня здесь в обители а потом их забрал себе ну как бы я отдал в коллекцию василий васильевич и вот он мне прислал прислал синие синие атомы ну там черная линейка красная линейка то есть мы решили что смысла нет присылать каждую линейку потому что они еще есть полированные стил мирор финиш плюс есть просто сталь обыкновенная гладкая плюс есть к нору это с накаткой ну то есть как бы много 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 разных маленьких линеечек но смысл в том что ну в общем то они дублируют друг друга просто вот исполнение разное то есть как бы каждый берет вот по-своему кто-то огромной линейкой биф балдер там 14 15 и всякими маш монстрами давай разбавляя а вот лоид келли решил вот сделать вот так он плюс мне потом предлагал там чуть ли не с инкрустацией с воровски стразами ну в общем то тяжело я у него их выкупал большую сумму свое время ему перевел и чуть в общем то не расстался условия заграничных покупок так и таковы ну да ладно значит вот давайте вот на синеньком остановимся его отличительная черта это кольца то есть номер кольцом кольцо одно первый спандер два кольца 2 3 4 5 6 бэнд колец на ручке вот эти с накаткой у нас конечно синие здесь я записал что я сегодня когда их получил в общем я их прожал получилось что 6 5 4 4 4 менее а 6 5 очень здорово усили то есть проволока на самом деле мало так но я как бы не специалисты я понимаю так что просадка проволоки очень здорово который если ручки садятся то проволока плохо каленая поэтому карта вот и в изготовлении какой-то брак допущен хотя как бы вот само по качеству всего в общем то ну достаточно эстетично все вы так вот вот так было на первом сегодня с утра 64 миллиметра расстояние 25 едва нагрузка 25 едва 64 расстояние 25 едва ну и сейчас мы сделаем замер вот замер на перо и посмотрим как дальше шестому что будет изменяться накатка но на атомах она всегда в общем то и настилкнул тут которые только не стилкнул то именно только накатанный которые ручки из алюминия она достаточно такая была крепкая скажем так дерзкая накатка здесь она немножко помягче но потому что краска поэтому здесь нет никаких обозначений только band поэтому я вот покажу что сейчас с расстоянием 62 и 76 2 и 7 было ну вот как бы немножечко села все 4 это был первичный замер только я достал только распаковал я сразу же их прогнал ручки у нас 95 диаметр ручки 18 9 вот это стандарт в общем то видите на там грипсах тоже придерживаются этого стандарта 19 миллиметров ну пружинку если есть желание вот я покажу пружинку 5 и 9 5 и 9 померим тро вторую сторону 5 и 9 вот видите ваш монстры были более сплавающей пружиной разные размеры давала тут в общем то все четко получается 37 намотка вот первый атом синий в линейке из 6 ну или в полной коллекции цветных атомов из 36 одного не хватило так один мне не отдал лойд в общем то вставлял условия чтобы еще я купил на красного пикипендов пикипендовый так и не был возвращен если вдруг лойд смотришь верни василию васильевичу и мы те простим итак смотрим что у нас будет по нагрузке ну в общем то нагрузка у нас не изменилась до немножечко тут упала ну как опять же на таких килограммах это понимание все недоход небольшой сделано то очень достаточно прилично 23 623 6 первый атом был 25 2 при первом замере показал ну немножко села поэтому я буду сейчас пауза делать между замерами дабы у вас тоже были паузы неподряд это все шло вот вот такой атом грибс бэнд один бэнд с нагрузкой 23 6 ну достаточно мягенький но в общем таких на таких проволоках на таких нагрузках это все как бы кажется все это мягко все это положительно и проволока в общем то достаточно сделано так очень качественно видно но когда придем к 6 там будет немножко все пожестче все давайте до встречи встречаемся на втором ребята еще раз привет пришлось задержаться с момента съемок первого атома показа первого атома линейки эспандеров а там грибс сделать перерыв силы не безграничны но в общем то в субботу 28 числа вот 9 утра времени можете посмотреть на часах я снова приступил к исполнению того долго что я решил для себя и выбрать на данный момент рассказать вам показать эспандеры показать вам редкие эспандеры скажем так василий василич привет тебе большой показать эспандеры из коллекции василия василища дедикина это один из самых больших коллекционеров в мире в общем то я уже неоднократно об этом говорил естественно повторяться уже смысла нет первый атом я показал рассказал про него кто такой лоид келли это создатель этих эспандеров это англичанин у него я выкупал и эспандеры выкупал большие эспандеры коллекции то есть он мне продавал и друга эспандеры его друг там продавал 60 70 эспандеров не помню какие-то там деньги сумма огромные платил но была очень такая закавыка ребята просто хотел об этом рассказать многие оплаты осуществляется через paypal через поддержку перевода денег paypal американской этой платежной системы так вот мой вам совет сейчас они срок страховки увеличили если вы производите оплату через paypal у вас есть определенный срок страховки если вы не получили товар в этот срок вы открываете спор ну и как бы стопроцентных случаях если ну подтверждено а как будет подтверждено нет у вас получения просто посылки покупатель не покажет что он вам эту посылку переслал никаким образом потому что две стороны должны будут тогда подтвердить что посылка была получена все что угодно то вы открываете сбор вам деньги возвращаются но открытие спора для продавца это не зыргут это в общем то пятнышко если пятнышко будут набираться может быть несет черный список paypal и это совсем плохо там все-таки весь запад они на деньгах сидят они деньги считают они понимают что это такое что получилось у меня я оплатил эспандера если я не ошибаюсь это было в с месяц июль август тогда гарантия была 45 суток в тот момент и в общем то когда в октябрь на месяц наступил где-то вот как раз прошло проходил уже этот срок я выхожу на лойда келли никаких отправок нет лой что делать молчание молчание я пишу я организую спор и тогда придется вернуть потому что я на тот момент привел ему три тысячи где-то с половиной фунтов стерлинга сами посчитайте три с половиной тысячи фунтов стерлинга какая-то сумма моментально пришел ответ давай вводим без паники на титанике тогда еще лолита кстати не пела эту песню ну наверное вот тогда она уже была задумка в этой песне рождена я тебе пошли в течение недели я не знал по неопытности что как только срок проходит правило поипало извините подвиньтесь и ноябрь месяц я опять его пишу молчание ну очень не ответственный человек ребят я сразу говорю все кто так как я не посылают эспандеры вот с такой скоростью сегодня получил деньги сегодня отослал крайним завтра или обязательная связь покупателям почему я не могу отослать какие причины форс-мажор заболел не знаю там почта сломалась ну разные факторы там стихийное бедствие почта далеко находится пешком не дайте надо предупреждать люди платят деньги люди заказывают балет ты должен за это отвечать западу почему-то ты деньги платишь они мало того что они делают маш монстра какие хотят просят за них суммы неимоверные по три по четыре тысячи рублей мы русские покупая продавцы должны продавать по тысячи рублей почему-то и у нас качество совсем не хуже совсем не хуже а то и может быть уже лучше просто мы вот так затюкали себя что у нас все хуже а коки там чмоки эти все самые там крутые не навороченные ребята перестаньте себя гноить перестаньте поддерживать их когда они вас не уважает так вот молчание было естественно я связываюсь службы поддержки paypal находится в ирландии ну потому что вот так вот туда все шхерятся все платежные системы там мигрируют по миру и мне сказали извините надо было это решать вопрос раньше я выхожу на да я пишу письмо хорну дэвиду хорну он говорит я не могу ничего помочь тебе помочь я типа его знаю но он вроде как болеет там что-то такое не помню кому еще там письма писал попытался там чтобы мне посодействовали кстати я и свое время когда некрасивая ситуация была у ариана тэпера с возвратом не испандеров когда он объявил почту россии в неблагонадежности не подтвердив что испандеры были утеряны да да даже если бы его были утеряны отвечает за доставку испандеров продавец пофиг куда ты отправляешь на плутон отправляешь нифига там космические линии не принадлежат плутону они тебе принадлежат ты отправил ну и отвечай просто отвечай и все по-мужски отправил три испандера я не получил отправь еще три испандера ли предложи полный возврат денег никаких то половина суммы и так далее ну да ладно в жреха был конфликт организован это не то что конфликтом он был там создателем линейки испандеров я просто обратился за помощью но получил естественно по-нормальному по-русски ответ не пошли бы его медным медной горой ну да ладно опять же все это лирика в общем чем заканчивается в декабре месяце мне эти испандеры высылается там ну большое количество испандеров 60 коллекция там корешка его и 36 там 100 120 испандеров где-то это единственный раз когда таможня пропустила такой груз потому что следующая партия была испандеров с америки договаривался семьей теттинга 60 с лишним испандеров их на таможню и растаможкой пришлось отправлять обратно да на пантеак там ну отступая если кому просто интересно послушать так вот рассказ о том что ребята поддерживаете обязательно страховочное время и в общем-то я потом американцы стали плохо посылать canon power words задержки большие пошли и у василия проблему он там в июне оплатил в октябре только получил то спустя полгода и пофиг что человеком там десятки тысяч долларов им оставил никаких там не подарков ничего никаких переживаний получил того почта россии до америки говно почта работает говорю своими словами по треку можно отслеживать что по неделе путешествует от пункта а в пункт б из одного почтового отделения в другое а в россии сейчас я отправляю испандер в красноярск человек получает через пять дней так красноярск по мере по американским саляске отправить во флориду это по американским масштабам то красноярск это еще у нас не предел если валерий отослать то это два пути будет туда назад это еще с заездом в мексику и возвратом назад поэтому это все в пользу бедных когда я сказал что как будем действовать случае там увеличения сроков мне было предложено заплатить страховки некие немыслимые я говорю я просто спор организуют и все на что была реакция эти возвращая деньги пошел ты а то что вы там шлепаете непонятно что и за это не отвечаете это значит все нормально ребят короче думаете платить им бешеные деньги за что мы продаем в россии продавцы эспандеров россии по 1000 рублей среднем эспандер строит стоит а саша зябкин сейчас сделал посмотрите эспандеры 1600 2 с копейками 2 200 кажется регулируемый эспандеры с кучей насадок там там неимоверная версия просто дал какое-то чудо изобретение там ручки вставляются удлиняются полированные не полированные меняется расстояние там ну и плюс это все выглядит очень очень и очень презентабельно такие варианты на западе это 5 рублей выше человек продает там 1600 рублей может быть мы все-таки перестанем поддерживать эти западные производители они нас то не поддерживают мы для них просто кошелек просто кошелек что они сделали ргс систему придумали как говенную которую даже не объяснили не доказали что делает к нам свои калибровки вешает эти бирочки пивные значки с продавленными цифрами как он это делал снимай фильмы берешь деньги мы тебе заплатили покажи я хочу видеть что ты делаешь может быть ты эту свою статистику набираешь начинаешь усредненные параметры писатель все не так ребят это можно конечно очень долго показывать и так я рассказал что получил вот это линейка была мной получена все-таки и вот синий василь васильевич не прислал вот я первое вскрытие сделал два бэнда это два кольца у него всего 6 эспандеров первоначально было расстояние 66 и замер показал 31 и 8 килограмм вот сейчас я посмотрю вот этот второй бэнд и мы посмотрим что случилось я хочу просто открыл эту линейку она у меня есть на компьютере вот компьютере вот вот цветная линейка была сделана в единственном экземпляре черная зеленая вот синюю прислал василий васильевич вот фиолетовая линейка шесть штук вот красная 5 который так и не прислал вот не отдал представляете и пофиг вообще а когда сказал что ты чё творишь верни 5 эспандер было предложено купить у него еще эспандеров то есть чистое вымогательство денег и я это вот одеты это стандартная линейка к ноут ну то есть накатка алюминиевая ручка только одетая резиновый как бы чехольчик одет такой желтого цвета и типа названная с двумя разными ручками ну да это все короче плохая пружина на самом деле она выглядит конечно цивильно вот линейка 6 на 6 выглядит презентабельно то есть это чисто коллекционная повесить на стенку и все не давать никому там не сжимать ну первые то 2 можно давать 5 6 дикая усадка происходит и все вот эти коротенькие линеечки по 6 штук это чистый бизнес проволока плохого качества на самом деле то есть плохо каленая глубокую просадку дает и так далее покажу сейчас что получилось на втором и начну делать уже без таких отступлений но это кому было интересно послушайте я конечно еще гораздо больше знаю все от 5 и 9 но все 61 уже не должно никаких просадок быть никаких потому что ну на первом втором слишком маленькая нагрузка 96 ручки коля архипов высказался за идея 18 9 не показывать вот эти параметры диаметров и так далее но на самом деле наверно так и есть это настолько частности это я просто сравниваю ну может у кого то есть ну если спандер наличие хэви гриб вот хочет сравнить как выглядит хэви гриб вот атом какой бы был бы зная все эти параметры ну опять же посмотрим может и не будем показывать что времени терять проволока 64 посмотрю вторую сторону 64 вот видите штангенцирк ли ничего не происходит все-таки проволока пусть нестабильно но она однородная 1 1 диаметра поэтому по поводу маш монстров это реплика что это как-то конечно все так что это все испандеры чисто коллекционные вы просто уважайте себя уважайте уважайте прежде всего никто вас уважать кроме вас самих не будет вас вы платите деньги вы заказываете балет пусть танцуют нет отправки на третий день нет отправки организуйте спортом я не знаю вызывайте продавца на разговор что что произошло вам это не интересно если я говорю что я беру какую-то предоплату за что я объясняю за что я беру я же не могу с вас просто так деньги взять там линейка морские звания которые выйдет следующим летом и сказать давайте мне сейчас деньги это глупо надо же объяснить почему так это к примеру говорю 31 и 8 до аптека ребят вот ничего не произошло поэтому первоначальный замер я делал говорю при вскрытии здесь ничего нету ручки чистый фасочки маленькие вот тут сняты в общем да конечно труд положим тут я я уважаю всех и бонкрашеры хиви гриппа кстати никогда у них не было такого чтоб 250 был тяжелее 300 если это было это вообще один из миллиона случаев 32 килограмма два бэнда вот так вот абсолютно одинаково но оно и в общем то и не усело по расстоянию поэтому вот такой атом грифс 2 бэнда говорить о том что там полированный такой же будет 2 бэнда чистый алюминий не покрашенный невозможно вы сами понимаете ребята это я вам просто показываю это коллекция василия васильевича это просто показ вот такого испандера атом грифс лойда келли то что полированный стил миррор финиш ган металл то есть оружейная там сталь которую можно через луку посмотреть с маленькой сеточкой что он будет 2 бэнда все в одно усилие или минус плюс говорить нельзя и так 3 линейка короткая 3 бэнда вот так это было 57 8 и 42 и 8 ну то есть испандеры в общем-то бешеные деньги на самом деле стоит поэтому конечно допустим для занятия хочется качество повышения нагрузки ну совершенно просто другое поставить поставить куда-то это все от кошелька ребята я же говорю что и маш монстры можно рассматривать да и пофиг что они такие у вас денег достаточно вы не испытываете никакой нужды ваш семья не испытывает нужды я сказать ничего не могу то есть пожалуйста вы покупаете вы можете и никаких споров не организовывать мы не прислали ты плевать простили человека но если так все хорошо в жизни почему бы и нет вся 7 8 давайте сравним да ничего не произошло параметр здесь не буду показывать все послушаюсь николаевич это нет желания показывать 6 9 6 9 проволока 6 9 мы посмотрим 42 и 8 расстояние короткая десять семь и восемь чуть более карты конечно допустим по нагрузке он чуть выше стоит капитана морские звания но полторашки кока дхп левел 4 но расстояние поменьше поэтому поглощена все тоже самое кладу рядом микрон накатка конечно нормальная не сказать ну она в кнорде достаточно жесткая но здесь покрашена краска съедает вот эти прокатанную ручку более жесткую поэтому здесь данном случае мягче то мы тоже 43 килограмма ничего не изменилось 3 как первоначально был с параметрами одними так в общем и остался 58 миллиметров 43 килограмма это три бэнда вот такой 3 бэндовый так что помните о том что уважение к вам придет если вы будете уважать себя собираете линейки собираете эспандеры собирайте молодцы есть возможность дай бог если вы все-таки хотите еще этим и заниматься то думайте что вы будете делать но я считаю не из-за того что у меня есть мои эспандеры да я заметьте я единственный наверно в мире кто рекламирует все из плана никто мои эспандеры не рекламирует я говорю все эспандеры хороши но если я вижу не проявление уважения я молчать не буду потому что я единственное право на это имеет вот и все атом 4 бэнда и так расстояние уже солидная 71 и 8 и нагрузка солидная это было первоначально все замашкой 4 бэндовый ну вот так вот выглядит темная пружинка немножко видите вынесена он дальний навивка она немножко кривая идет но большее закругление хоть догляги сумасшедшие конечно так общем-то ручка за ручку вот четко стоит ну выставляется естественно не сделать же ручки чтобы были вот так стояли одна здесь другая там все это будет нелепо смотрим 71 и 8 на четверка уже должна была усаживаться все таки нагрузка-то другая вот смотрите 65 65 и 572 на 7 миллиметров показываю проволоку на какой проволоки 7 и 9 чувствуете ребят на 7 и 9 почему да просто плохо работают с этой проволокой до 7 и 9 калят про плохо нету наверно понимание как пружина навевает может заводами проблему можете вручную делают в подвале при слабых технологиях как говорят что продвинутые поэтому делается диаметр такой сумасшедший то есть диаметр четверки диаметр четверки а выжимает с этой четверки сейчас увидим было 66 и 8 давайте посмотрим то есть была был контр-адмирал практически бы потяжелее контр-адмирал 69 70 но тем не менее тройка очень тяжело но по нагрузке не так сильно просил вот так а там гриб 4 band все четыре с половиной то есть вот сейчас просел до стандартный уже сейчас на данный момент я могу сказать что тяжелый трой очень редко они сейчас вылетают за параметр 65 килограмм то есть мы уже теперь называем 65 и выше это тяжелые тройки сейчас 64 тяжелая последние замеры так и показывают ну все вот я это близко не показывает 3 не показывал бенда 2 бенда вот они кольца вот можете посчитать одно кольцо вот так вот это один бенд спандер с более меньше пружины 2 бенда 3 бенда вот 4 бенда но и походе 2 монстра фактически я так думаю что лоид келли до этих двух эспандерах я их сразу два и возьму на них ставил я так думаю что ну потому что а монстра потому что на момент когда популярность в мире по их получила такое упражнение как ческраш сдавливание грудью это как раз вот момент как кириллов начал показывать свои возможности вот в этом месте в обители отсюда все пошло у кириллова до этого у у хорна есть он ведет там таблицу рекордов на его снарядах там ну большой у него там сайт по результатам там в общем-то по ческрашу томми джиннис на первом месте что ты одиннадцатого класса на один раз ну и вот как раз я тут завел завез очень мощно эти атомы получили они популярность что очень тяжелые вот он два атома пока я 6 отложу неимоверно сел но этот тоже сел вот 1 а 5 получался по нагрузке как четверка даже выше четверки дубовые вообще то есть какие я получал вы понимаете что у меня было более сотни наверно сотни полторы прошло через меня 2 разбросаны сейчас по стране за рубеж правда не отправлял никого и очень у кого есть на руках могут это подтвердить значит давайте смотрим замер 5 band 5 band цветной синий расстояние 65 и 7 и нагрузку показал ну четверки уже усаживаю уже усаживаю четверки но видите входил в упаковку нормально вот то есть спокойно ложился теперь еле-еле помещается так было раздвинуть расстояние было 65 и 7 давайте посмотрим что на пятом бенде сейчас покажу что это перед бендов что там стало на пятом вот так 55 и 7 ровно сантиметр ну понимаете уже 1000 калибровок я показал что такое 10 миллиметров китайцы не позволяет все три вот 10 давайте посмотрим на какой пружине это сделано 8 и 9 ребят пружина воркласса 87 кажется или 86 но это мы еще посмотрим до девятка на девятке на пружине вот такой загнутый ну такое ощущение знаете какой-то не доварили не доварили не докалили просто накрутили там на трубу на какую-то ну достаточно качественного само по себе получилось естественно но вот так необычно вот с такими утра сбросами давайте посмотрим девяносто один и четыре что тут от пятерочки у нас это было девяносто один и четыре первое сжатие первое сжатие тут еще побывать какие-то манипуляции проделаю это чтобы ровненько выставить планку чтобы планка у нас прошла ну вот по нагрузки в общем то не сильно ушло но такой пружине ведь какой загиб получается прямо но совсем плохо совсем плохо проволоки миниатюрка вот они 5 бэндов можно посчитать 5 полос на каждой ручке это его 88 9 89 и 91 и 4 2,5 килограмма это его фишка скажем так лой фишку это придумал с нанесением ну каждый старается что-то добавить свое что потом это типа сказать кто так сделает это все это значит подражание вот полосу сделали все это коки а не дай бог сейчас если кто-то руку нанесет под пальцы это геленхен анафеме придаст сожгет на костре будет патентовать вот так вот все вот такой пятибендовый ничего более рассказывать не буду ребят это просто показ эспандера не более того 88 килограмм вот такой эспандер 5 бэнд мы имеем ну и мы имеем наличие на данный момент а так это все в личной коллекции василий васильевич но и самый знаменитый но может быть знаменитый достал через наши через краши через 23 закрытия когда анатолий на 23 раза закрыл и напугал этим все весь мир а потом в течение недели так сильно напугал что хор написал что по час крашу можно прекращать дальнейшие вести какие-то таблицы там пытаться менять первые место первое место не сменить только следующей жизни итак атом грипп 6 band 64 111 то есть показал 110 7 показался я точной копии десятки гхп левел 10 но выглянет конечно здесь все просто танк просто танк он тяжелый я не знаю сейчас достану атомные весы поздоровались по нулям вот 6 band 380 грамм 380 грамм ну конечно сейчас есть термит ребят и скажу и буду говорить это в десятки в сотни раз даже не сравнимо лучше вот этих всех эспандеров во первых ручка толще меньше давление на ладонь на поверхность ровно килограмм весит там все было предусмотрен все для людей ну вот был такой вариант значит 64 1 было расстояние давайте посмотрим что пружина тут не чудила после первого сжатия другого варианта слов нету и так все это 16 все от один с половиной 64 1 14 миллиметров 13 миллиметров почти полтора сантиметра представляете ручка вот так было и на полтора съехала но и проволока здесь конечно космос девять и шесть переворачиваю 9 и 7 космическая космическая проволока это лой где-то выцегонял наверно 6 бэндов и ну крутили ему хорошо что со стразами не заказал это василий василищем со стразами еще были бы был совсем не хорошо страза осыпались бы при сжатии ну давайте посмотрим но нагрузка наверное как и у пятого в общем-то не так ушла по сравнению с расстоянием сейчас увидим и так и так и так и так и так и так нет ну таких килограммах это в общем-то единственное что конечно вызывает подозрение так проволока в основании входа в ручку как-то она скручивается болезненно очень вот такие спандера в тайпан всей видимости такую нагрузку где-то анатолич сжимал может быть и выше не могу сейчас вот уже может у него было и 120 килограмм ну точно не менее там 105 107 6 можете 130 было аппарата тогда не было говорить за нагрузку вообще не могу видеть такие разбросы сумасшедшие 107 6 ну на 3 килограмма просела в общем-то тяжелый эспандер естественно понятно что для ческраш ну если конечно покупать и итак ребят все 4 ой 4 говорю заговариваюсь 6 атомов фильма сняты калибровка произведена вот познакомил я вас в коллекции василия василища с цветными атомами а именно синим вот начиная с одного бэнда 2 бэнда 3 бэнда 4 бэнда 5 бэндов 6 бэндов вот такая линейка выпускалась лойдом можете сейчас выпускает не знаю покупает у него кто-то не покупает но по своему опыту скажу что я бы никогда больше уже не связался с человеком потому что неуважение сплошное здоровье если плохое надо его просто лечить поправлять и заниматься здоровьем а если искать деньги я понимаю сложно да надо лечиться денег требует медицина дорогая в мире ну наверно все таки не таким способом у всех свои проблемы все встречаемся в обители будем смотреть готовится к золотым эспандером все пока здоровье